Всем привет! Дорогие друзья мои подписчики, а также гости моего канала. Рада приветствовать вас! Сегодня мы поговорим о такой замечательной паре YouTube-блогеров, как Герман Черных и Ева Миллер. Одна из известных звезд видеохостинга YouTube, поклонницами и постоянными подписчиками которой являются более 700 тысяч девчонок-подростков, 15-летняя фанатка единорогов и видеоблогер Ева Миллер, настоящая ее фамилия Валеева. В свое время она очень быстро смогла переманить на свой канал почти всех поклонников Марьяны Ро. Два года назад Ева Миллер становится участницей Хой Лайф, самого первого семейного реалити-стрима на канале YouTube, организованного 25-летней Мари Сен, тоже широко известной звездой хостинга YouTube, актрисой и моделью. А сейчас, после недавнего расставания Мари Сен со своим бывшим парнем, 24-летним певцом, актером и видеоблогером Германом Черных, постоянным участником упомянутого проекта, его в последних видео и на фотографиях достаточно часто замечают рядом с Евой Миллер. И по некоторым внешним признакам эти отношения являются не только дружескими. Вполне возможно, что это любовь, тем более, что они сейчас отдыхают вместе и везде появляются вместе. Герман Черных родился в городе Туле 16 апреля 1994 года. Интерес к актерской игре мальчик проявлял с ранних лет. Уже в детском саду Герман исполнял главные роли в постановках, играл в театр со своими приятелями, а дома любил забираться на табуретку и читать стихи гостям. Родители поощряли увлечение сына. С 8 лет маленький Герман параллельно занимался в разных секциях и кружках. До 12 лет мальчик учился в музыкальной школе, затем бросил ее и переключился на танцы. Свою первую песню записал дома, когда ему было только 13 лет. В школе он учился на отлично, вплоть до 9 класса, а затем слегка расслабился. Так что к тому моменту, как пришла пора получать школьный аттестат, там уже появилась парочка четверок. От школьных дел Германа отвлекали занятия в Турском грамматическом театре, где он пробовал себя в роли профессионального актера и выходил на сцену. Решив сосредоточиться на актерской карьере, Герман в 2012 году уехал из Тулы в Москву и поступил во ВГИК, но в итоге бросил институт на четвертом курсе, так и не закончив образование. Отсутствие корочки не помешало ему реализовать свои актерские амбиции, и он уже успел сняться в трех сериалах и поучаствовать в телепроекте «Звезда канала Дисней» на сцене. Герман занимается музыкой и снял несколько клипов на собственные песни в жанре поп «Фотостеп» и «За тебя Майами». В 2011 году молодой музыкант выступал на разогреве на концерте Нюши в Санкт-Петербурге. Он пока не записал ни одного студийного альбома. Герман известен как актер кино. В 2013 году он впервые засветился на экранах в медицинском сериале «Дело врачей» в эпизоде «Велосипедисты». Уже через год он появился в одной из главных ролей в сериале «Ботаны». Его герой молодой парень по кличке Велаксис попадает в армию вместе с четверкой других ребят, также скверно приспособленных к тягостям военной службы, как и он сам. В 2016 году Герман снялся в одном из эпизодов детективного проекта «Штрафник». У Германа есть аккаунты в Твиттере и Инстаграме, но гораздо больше о его жизни можно узнать из видеоблога на YouTube-канале. Ева Миллер родилась 2 июня 2003 года под знаком Зодиака Бризнец. По сведениям распространяемыми поклонниками девушки в сети, настоящая фамилия блогера Валеева, а Миллер – девичья фамилия мамы. Те же фанаты видеозвезды говорили о том, что родители Евы часто уезжали из дома в рабочей командировке, а воспитанием младшей сестренки занимался ее старший брат. Впрочем, сама девушка не распространяется о семье, лишь иногда упоминает родственников, отвечая на вопросы своих подписчиков в прямом эфире. В раннем детстве Ева посещала спортивную секцию в художественной гимнастике и добилась неплохих результатов, занимая призовые места на соревнованиях. Однако в 10 лет юная гимнастка решила оставить спорт и предпочла развивать танцевальные таланты. Вскоре девочка попала в студию Аллы Духовой «Тодес», где познакомилась и подружилась с Катей Адушкиной. Впервые Ева порадовала пользователей, записав и опубликовав видео, которым поделилась странными фактами о себе. С этого и начался канал девушки на ютубе, зарегистрированный Миллер в 2016 году. Милая, очаровательная девушка, верящая в единорогов и даже по ее собственному признанию повстречавшего одного, быстро полюбилась пользователя. За два года число подписчиков канала превысило 700 тысяч. Записи Евы о ее предпочтениях в одежде, челленджи и ответы на вопросы поклонников с интересом смотрят девочки-подростки, которые следят за подробностями жизни их кумира. В 2017 году блогер становится участницей первого реалити-стрима на ютубе «For Life», организованного актрисой-моделью и еще одной звездой хостинга Мари Сен. Создательница проекта называет его семейным. Помимо Евы, в нем задействованы другие юные таланты и начинающие звезды Рунета, в том числе сестра Мари Рин Сен. Кстати, с последней Ева тесно дружит. Девушки снимают совместные видео, поскольку обе любят танцевать. Сама Ева, кроме танцев, обожает вокал. Юная блондинка признается, что каждый раз, когда слышит музыку, ей безумно хочется петь, даже если текст песни не знаком. А вот с давней подругой Катей Адушкиной, также известная блоги среди девушка по слухам, больше не поддерживает общение. Катя сетовала, что не ссорилась с приятельницей, но та предпочитает компанию новых друзей из этого проекта. Кроме видеоблога, девушка ведет аккаунты во всех популярных соцсетях. Делится мыслями в Твиттере, новыми фильмографиями, ярко-розовом Инстаграме и последним новостями на странице ВКонтакте. В 2017 году девушка вместе с друзьями и коллегами по блогингу посетила самое значимое мероприятие для звезд Ютуба – Video People 2017. Романтические отношения блогера находятся в центре пристального внимания подписчиков, когда Ева появилась в любительском клипе Влада Красавина, среди пользователей поползли слухи о их романтических отношениях. Однако оказалось, что внимания белокурой красавицы добивался другой блогер Тимоха Суши. Вскоре девушка ответила молодому человеку взаимностью, и в 2018 году подписчики с удовольствием наблюдали совместные видеосюжеты, влюбленных, милые комментарии и признания на каналах и страницах. Но сейчас, как всем известно, Ева и Герман Черныц находятся в любовных отношениях. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok